Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Холодно под двумя одеялами Душу Розы Овчинниковой согревает хорошая книга А телу и под несколькими слоями одежды холодно Женщине 93 года с постели почти не встает Обогреватель работает сутками И то температура в квартире не поднимается выше 22 градусов Если выключить прибор, будет 15 Спустя неделю после начала отопительного сезона батареи в комнате пенсионерки холодные Бабушка лежит в холоде, мерзнет, вот недавно она болела, сильно кашляла Аналогичной ситуации в жилье Оксаны Андреевой из дома по соседству Из подвала в квартиру на первом этаже тянет влагу и холод Уже остывшие после лета панельные стены не успевают прогреваться за день Атмосфера, как в погребе, жалуется Амичка, а в семье малолетний ребенок Дома сырость, холодно, плесень появляется В связи с тем, что низкие температуры на улице по ночам Днем у нас здесь солнца нету, соответственно, это все и прогрессирует К тому же в квартирах женщин уже два месяца нет горячей воды После планового отключения ее дали Но по температуре она не отличается от холодной В ледяной изоляции оказались шесть домов в Комсомольском городке Счета за электроэнергию, газ и горячую воду у жителей выросли в разы Обогреватели круглосуточно мотают киловатты Чтобы помыть детей, воду греют на плитах Взрослые принимают чуть теплый душ Но чтобы добиться терпимой температуры, воду приходится спускать Я живу, а дочь говорит, а что ты делала, у тебя 4 целых куба налилось воды Я говорю, так потому что открываешь кран, вместо горячей идет вода, чуть-чуть тепленькая Дожидаешься, пока она станет хотя бы более-менее 40-45 градусов и идешь в ванну, чтобы выматься Жители говорят, проблемы в начале отопительного сезона здесь возникают уже не первый год Прошлой осенью Ольга Чугунова лежала в больнице Выписывает, женщина была уверена, дома ее ждет тепло и уют За окном была середина октября Я пришла дома, был страшный холод, никакой еще, извините, никакого отопления еще не было То есть это вот ежегодно, ежегодно По словам местных, проблема прямо под моими ногами Вот здесь в прошлом году прорвало теплотрассу И вода хлистала в подвал дома номер 10 по улице Берка-Цемента Подвал был полный, потом вроде сделали, все, не закопали, просто оставили Потом опять снова же раскопали, все лето раскопано И там дети бегали, чуть не падали, там, ребятишки Мы начали возмущаться, когда вы закопаете? В ноябре месяце в прошлом году закопали Этим летом труба снова рванула В тепловой компании поясняют, чтобы не усугублять аварийную ситуацию Ближайшие дома переключили на обратный трубопровод Из которого, как известно, кипятка не жди Оперативно выполнить работы не смогли Слишком много порывов на сетях Впрочем, нашей съемочной группе в организации Обещают восстановить здесь вода и теплоснабжение в кратчайшие сроки Ввиду большого объема работ по текущему и капитальному ремонту Работы на данном участке будут выполнены в срок до 6 октября 2023 года Если коммунальщики сдержат обещание Тепло и горячая вода в дома комсомольского городка поступит в начале следующей недели Начало отопительного сезона всегда болезненный процесс И для мечей, которые хотят, чтобы батареи поскорее стали горячими И для коммунальщиков, которые запускают эти самые батареи Почему возникают проблемы, когда отопление дадут всем И какой должна быть температура в квартирах Наша редакция подготовила подробный материал Смотрите Мало у нас говорится о бездарной организации отопительного сезона ежегодно Видимо, да Потому что эта тема постоянно обсуждается в сетях И постоянно жалобы, жалобы, жалобы Лукашевича 21.1 нет отопления По некоторым данным говорят, что давление в системе низкое Люди мерзнут Мира 54 нет тепла И горячей воды уже неделю работы даже не ведутся Туполево 4 нет ни отопления, ни как таковой горячей воды Помыться невозможно, потому что она чуть теплее, чем из холодного крана Бесконечным потоком жалобы омечей на отсутствие отопления Сыплются в группах в социальных сетях, телеграм-каналах и официальных пабликах чиновников Коммунальщики оправдываются Много аварий, не хватает бригад Чиновники отчитываются В Омске чуть больше 6 тысяч многоэтажек И 5,5 из них уже подключены к теплу В квартире Евгения потеплело 27 сентября Сейчас 24 градуса После травмы я мерзну сильно А так вот отопление дали, сейчас получше уже стало Одеваюсь только на балкон выходить А так в футболке дома Те, чьи батареи начали прогреваться в первые дни отопительного сезона Счастливчики, значит, все звенья системы сработали исправно Но часто она дает сбой, говорят эксперты А коммунальщики не волшебники Все котельные на территории региона запущены Но пока работают не в полную силу Даже при постепенном запуске тепла Сложное оборудование дает сбой А трубы рвутся Авария при подаче давления Самая распространенная причина отсутствия отопления На некоторых центральных тепловых пунктах Еще не работают системные насосы После того, как получили команду На начало отопительного сезона Вся эта запорная арматура, которая необходима была Была открыта То есть была собрана схема работы ЦТП В отопительном сезоне И вот в настоящее время эта схема работает И ЦТП подает Отопительную нагрузку На жилой фонд, который подключен от этой ЦТП В режимах, соответствующих режиму теплоисточника Котельные сейчас подают воду температурой 70 градусов Это норма, необходимая для поставки горячей воды Прогреть в мороз дом такой водой тоже не получится А в межсезонье при таких условиях батареи будут теплыми Низковатые давления, говорят специалисты 4,5 бар Но с подключением новых объектов Оно будет увеличиваться И параметры войдут в норму Когда начинается отопительный сезон Если температура наружного воздуха Не ниже 0 градусов Продолжает оставаться температура 70 градусов Когда температура наружного воздуха Начинает снижаться Ниже 0 градусов То есть минус 1 и так далее До минус 37 считается Самая низкая температура для Томской областелки Тогда, соответственно, по температурному графику В соответствии с температурным графиком Теплоисточник начинает подавать температуру От 70 до 150 градусов В коммунальных службах напоминают Запустить теплоэнергетический комплекс Всего региона в один день невозможно Для накладки, распределения и нормализации Гидравлических и температурных режимов теплоносителей Может потребоваться до двух недель Если позже отопление так и не появилось Прежде всего следует обратиться в управляющую компанию Или в правление ТСЖ Кто забывает открывать краны на батареях Спускать воздух Соответственно, как бы Работаем после начала отопительного сезона По запуску непосредственно стояков У кого-то что-то не идет Кто-то забыл сбросить воздух Ходим по квартирам Сбрасываем воздух с батареи Ну и в основном это так Кто-то, допустим, забыл в течение лета Промыть батареи В последний момент бросаются в заявку Заявки поступают о том, чтобы промыть батареи На этом этапе проблему решит слесарь Не нашли причину внутри квартиры и дома Обращайтесь в ресурсоснабжающую организацию Контакты поставщика тепла По конкретному адресу указаны в квитанции Когда все коммунальные аварии будут устранены И теплоэнергетический комплекс региона Заработают в полную силу Тогда в помещениях и должна установиться Нормативная температура В жилых не ниже плюс 20 В угловых не ниже плюс 22 градусов Итак, в начале отопительного сезона В связи с авариями могут возникать Перебои с горячим водоснабжением Воду на какой-то период отключают А когда включают, то порой использовать ее невозможно По несколько дней из крана бежит ржавая грязная смесь Такие жалобы поступают и в нашу редакцию Свои рекомендации, как поступать в такой ситуации Дали в региональном Роспотребнадзоре Алгоритм действий такой Во-первых, нужно составить официальный запрос В управляющую компанию В двух экземплярах Один с пометкой входящего Остается у вас При помощи электронных ресурсов Например, ГИС ЖКХ Но никак не в социальных сетях Такая жалоба не считается официальным обращением Если в управляющей компании В течение трех дней Мер не предпринимают Можно направить официальное обращение В Роспотребнадзор Как в письменной форме Так и на официальном сайте Также на бездействие управляющей компании Следует обращаться в жилищную инспекцию Трава по пояс Заросли дремучие Бутылки И все это на детской площадке Вернее, на том месте Где она должна была быть Была когда-то Жители дома номер 31 Что по улице Нефтезаводской Возмущены За двором никто не ухаживает Ребятишкам негде играть Решили взять все в свои руки И привести территорию в порядок Но здесь наткнулись На какие-то определенные трудности Варианты решения проблемы Искали уже вместе с нашей съемочной группой Тут у нас находится мини-бар В общем, у нас даже имеется Барная стоечка Вот, пожалуйста Наши дети Это все наблюдают И алкоголизм начинается Не с первой выпитой рюмки А с первой увиденной Мини-бар – главная достопримечательность Этого двора Постоянные посетители Любители горячительного Со всей округи Идеальное для питейное место Скрытое от глаз прохожих Густыми зарослями И высокой травой Сама территория Находится в плачевном состоянии Тут у нас, так сказать Мини-лес Очень много травы Официантов в дворовом баре нет А сами гости за собой Убирать не привыкли Вот и кидают бутылки от спиртного И упаковки от закусок Прямо здесь же А кто-то даже остается ночевать Тут какая-то у нас лежанка Я не знаю, что это Видать, мини-хостел Спальное место Коврик есть Вы когда-то видели, чтобы здесь кто-нибудь спал? Да, я видел Артем Изотов обзавелся новой жилплощадью В доме 31 На улице Нефтезаводской Две недели назад Устроил из состояния квартиры И место расположения пятиэтажки Но состояние двора удручает Говорит Амич Девятилетнюю дочь опасно выпускать гулять Да и по сути некуда От качелей и турников Остались ржавые трубы С облупившейся краской От песочниц Нечто похожее на фундамент А эти кирпичные руины Видимо, когда-то были аркой Неудивительно, что несмотря на то, что двор Объединяет три дома Детей здесь не встретишь У многоэтажки рядом Недавно установили новые малые формы Но соседских ребятишек Жильцы на площадку не пускают Именно вот с малой семейки Якобы там не было, как улучшенные семьи живут Но, так сказать, там такие же дети Они точно такие же, как и наши В моем детстве такого не было Мы все дружно играли Всех везде пускали на любые площадки На заросле во дворе Артем пожаловался в управляющую компанию Но там пояснили Придомовая территория Пять метров по периметру многоэтажки Там и скашивают траву А двор расположен на муниципальной земле Тогда мужчина решил взять все в свои руки И благоустроить участок Места здесь достаточно И для детской, и для спортивной площадки Для лавочек, и для клумб Один хороший, добрый человек Отдает мне горку, машинку И песочницу То есть три малых формы Я хотел бы проявить инициативу Установить в этот замечательный двор И это тот случай, когда инициатива Может быть наказуема А все детские малые формы Должны быть сертифицированы Что подтверждает их безопасность На деревянные самоделки Получить сертификаты будет сложно А если жильцы установят их Без разрешительных документов Сотрудники муниципальных служб Их попросту демонтируют Говорят, в случае чрезвычайного происшествия С ребенком виновником окажется Владелец территории, на которой установлены формы Но теперь в местной администрации готовы помочь И предлагают другие варианты Как благоустроить проблемный двор Первое, заявитель может взять эту территорию По постановлению правительства номер 1300 В пользование И досмотреть проект И благоустроить ее за свой счет С помощью своих средств С помощью спонсора Второй вариант Может обратиться в комитет органов местного управления И через гранты Получить финансирование И выполнить благоустройство С малыми архитектурными формами Теми, которые он видит на этой территории Еще вариант У нас сегодня рассматриваются Инициативные проекты граждан Здесь граждане могут определить место Муниципальное Что они хотят Что они видят на этой территории Обратиться в администрацию округа С этим видом благоустройства Подготовить первичный проект С мету Третьим вариантом Воспользовали жильцы домов По адресам Магистральная 2 И Химиков 43 Семь лет они добивались благоустройства Детской площадки Этим летом у них появился Радужный дворик Так и мечи назвали свой проект Который представили в рамках Инициативного бюджетирования Мягкое, не скользящее резиновое покрытие И яркие малые формы для детей Беседка и лавочки для взрослых У каждого во дворе Теперь есть любимый уголок Зонирование территории Расположение дорожек Из тротуарной плитки И новых опор освещения Проект своего идеального двора Местные жители придумали сами Мы сидели, обсуждали Каждый элемент Каждую зону Как это сделать Мы учли мнение Абсолютно каждого Наверное жителя этих домов Учли каждую категорию граждан И пенсионеры И помладше И молодежь И дети Разработали проект Проголосовали за него На общем собрании И за пять дней До окончания приема заявок Подали документы В окружную администрацию Вот алгоритм действий Для тех, кто хочет Благоустроить свой двор Теперь не могут Нарадоваться на результат Двор сейчас вообще не узнать Раньше смотришь в окно И никого нет во дворе А сейчас Когда бы ты не выглянул Утром, в обед, вечером Куча деток Родители с маленькими ребятишками Все бегают Все играют Это очень дружно Весело Я помню Мы вместе гуляли И просто Некоторые родители даже Или просто люди Здесь сидели Пили, короче Просто Орали Или там Там еще было А детям Некоторые было поиграть А сейчас просто Как в моих мечтах Снах Благоустроить двор В рамках инициативного Бюджетирования Или на средства грантов Возможно только в том случае Если он расположен На муниципальной территории Если участок Официально считается Придомовым Следует подавать заявки Для участия в программе Формирования комфортной Городской среды Мусор Одна из самых острых тем Которые беспокоят о мечей Обращений в нашу редакцию Очень много Люди жалуются Не только на стихийные свалки И на контейнерные площадки Но и на переполненные урны Яркий пример Остановка ДК «Химик» Утром емкости пусты Но уже к обеду Отходов в них столько Что они вываливаются И захламляют остановку И всю улицу Получается, что Либо урн недостаточно Либо их нужно вывозить чаще Мы выяснили ситуацию В управлении дорожного хозяйства И благоустройства Мэрии Омска В соответствии с решением Омского городского совета Номер 45 На остановках общественного транспорта Устанавливается по одной урне для мусора Очистка урн Производится систематически По мере их наполнения Но не реже одного раза в сутки На остановке общественного транспорта ДК «Химик» Установлена одна урна Установить дополнительные урны В настоящее время Не представляется возможным В связи с их отсутствием На балансе управления Дорожного хозяйства И благоустройства Возможность установки Дополнительной урны На данной остановке Будет рассмотрена После их приобретения Теперь рекомендации Как решать жилищно-коммунальные проблемы Даст наш постоянный эксперт Никита Дюкарев Он у нас на связи Здравствуйте, Никита Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые телезрители В этот раз много вопросов Из районов Омской области Большереченский район Деревня Решетникова Владимир Глушенко С 2019 года Нам выставляют плату За вывоз коммунальных отходов Мы не платили Потому что у нас в деревне Даже не было контейнеров И магнит мусор не вывозил Контейнеры появились Только в мае 2022 года Когда мы и начали платить Но теперь магнит Выставляет нам долг По 10 тысяч рублей Мы обратились к мировым судям Они дали ответ Что оплату требуют незаконно Но в магните Все равно требуют оплатить Что же нам делать Спрашивают жители Вам необходимо обратиться С письменной претензией К регоператору С требованием Исключить долг Из вашей квитанции Поскольку услугу Вам не оказывали В случае Если после вашей претензии Долг в квитанции останется Вам необходимо Обратиться в суд С иском к регоператору С теми же требованиями Доказывая Что в действительности Услуга вам не оказывалась Но плата вам за нее выставляется Ну это единственный Наверное вопрос Из города На Масленниково 15 проживает Амич Виктор Алексеевич Спрашивает За горячую воду Мы платим по одному тарифу В ресурсоснабжающую организацию А за УДН На горячую воду Управляющая компания Нам выставляет На рубль больше Как будто Это какая-то Другая вода На наши вопросы Говорят Что этот рубль Скубо они берут За какой-то Подогрев воды Они что На УДН Воду Кипятильниками греют Вот так Мичи возмущается Как нам остановить Этот беспредел Вот так он думает Вам необходимо Обратиться с письменным заявлением Управляющую компанию С требованием Предоставить вам Расшифровку Начислений платы За коммунальные услуги На УДН После получения Расшифровки Если вы посчитаете Что она Незаконна И Расчет производится Неверно Вы можете Обратиться С письменной жалобой В ГЖИ Омской области С требованием Проведения проверки По данному факту В случае Если в ходе проверки Выяснится Что действительно Расчет произведен Неверно И Незаконно То управляющую компанию Привлекут к административной ответственности И предпишут Устранить нарушение Ну как я и обещал Сегодня вопросы В основном От жителей Омской области А не города Омска Галина Попова Проживает Муромцево Спрашивает У нас В селе Петропаловка На улице Комсомольская Авария на водопроводе Уже три месяца Вода хлещет Дорогу размывает Скоро снег пойдет Но куда бы мы ни обращались Говорят Трубы куплены Нет возможности Их уложить Как повлиять На ситуацию Вам необходимо Обратиться С письменной жалобой В администрацию Вашего района С требованием Проведения проверки По данному факту И с требованием Устранить Данные нарушения В случае Если На вашу жалобу Вам ответят Отказом Или вовсе Проигнорируют Вам необходимо Обратиться С письменной жалобой В прокуратуру Вашего района С требованием Обязать Собственника Производить Выпас Животных В специально Отведенном месте После вступления В силу решения Суда Вы можете Получить Исполнительный лист И направить его В службу Судебных приставов Для принудительного Исполнения Продолжаем Вопросы От жителей Омской области Поселок Москаленский Марьяновского района Жители спрашивают Нашу многоэтажку Обслуживает МУП Два месяца назад Мы направили им Письмом О том Что у нас Аварийные стояки В квартирах Сейчас они Собрались их Менять Но нам Предъявляют Счет за материалы Правомерно ли это Управляющие компании Обязаны ремонтировать Общее имущество Собственников За ту плату Которую Собственники Ежемесячно Вносят По выставляемым Квитанциям Поэтому Требование О дополнительной Платы За данный ремонт Незаконно Однако Следует учесть Что Управляющие компании Не обязаны За свой счет Ремонтировать Личное имущество По телефону Редакции Которую Вы видите На экране На сегодня Это все О чем мы хотели Вам рассказать Увидимся Через неделю До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok